Дмитрий Шамраб Сегодня центр реабилитации постинсультных больных уже есть в нескольких городах Гомельщины. Однако начиналось все с областного госпиталя ветерана войны. В значительной степени это была вынужденная мера. Ежегодно в регионе инсульт переносит более 5000 человек. В начале было очень тяжело, потому что это первые шаги в нашей области и опыт реабилитации у нас ни у кого не был. И то, что мы создавали все с нуля, и тренажеры приобретали, и специалисты проходили стажировку, обучение, первые годы было тяжело. Теперь, конечно, за эти годы мы наработали свои методики, создали очень хорошую базу, очень хорошие тренажеры, залы для реабилитации. Инструкторы к нам все пришли, хорошо обученные уже с высшим образованием. И теперь мы являемся одним из лучших центров нашей области и республики в том числе. Медики называют инсульт чрезвычайно коварной болезнью. 100% застраховаться от нее практически нельзя. Однако заняться профилактикой не повредит. Курение, высокое артериальное давление, неправильное питание и низкая физическая активность. Если исключить эти четыре причины, риск заболевания инсультом снизится на 88%. 70% инсульта начинается с трех признаков. С нарушения речи, слабости в конечностях и асимметрии лица. Поэтому есть три хорошие пробы, которые позволяют эти нарушения выявить. Мы просим человека поднять вперед руки. Если одна рука опускается, мы вызываем скорую помощь. Просим его улыбнуться и смотрим, как расположены его складки. И третья проба – это попросить назвать свое имя. Если у человека каша во рту, то необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь. 29 октября в Гомеле пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультами. На пяти площадках, расположенных в учреждениях здравоохранения и здании нового универмага, студенты медицинского университета предложат людям пройти экспресс-медицинское обследование, которое позволит узнать о предрасположенности к инсульту. Возможно, кому-то эти знания позволят сохранить не только здоровье, но и жизнь. Есть специальные шкалы. Они очень простые, и пациент сам может заполнить эту шкалу и узнать, какой у него риск инсульта. Для этого нет ничего сложного. Необходимо знать свой вес, рост, наличие артериальной гипертензии и есть ли атеросклероз или нет. Дополнительными обследованиями являются УСИ брахиоцефальных сосудов. Это УЗИ сосудов шеи. Его достаточно просто пройти по направлению поликлиники. Сегодня Гомельское отделение реабилитации постинсультных больных оснащено самым современным оборудованием. Причем восстановительные процедуры рассчитаны на пациентов всех возрастов. К сожалению, инсульты бывают даже у малышей. Что касается эффективности местной медицины, через три недели около половины пациентов отделения восстанавливаются полностью или частично. Привезли, полежал сутки в реанимации, две недели в неврологии и перевели сюда 21 день в реабилитации. Ну, потом повторная реабилитация и постепенно-постепенно восстановился полностью. Был полный порез ноги, не ходил, начинал с ходунков. Но сейчас хожу, работаю. Нет никаких осложнений. В этом году в Гомельском областном госпитале инвалидов войны сделали еще один шаг в углубленном лечении инсультов. Здесь началось строительство операционной, где больным будет оказываться помощь на самом современном уровне. Подобное учреждение Беларуси сегодня есть только в Минске. До конца года планируется завершить строительные работы. В следующем здесь установят и ведут в эксплуатацию оборудование. Однако эксперты подчеркивают, даже при самом современном оснащении без партнерства никуда. И речь здесь не только о самих пациентах, но и о полностью здоровых людях. Забота о своем организме – вот главный критерий успешного противостояния нашествию инсультов. Олег Сентюров, Маргарита Котова, Евгений Макеенко. Новости недели.